Работа литовского художника Алгиса Крещунаса полны различных переживаний, тревоги и радости, зашифрованных сообщений и смыслов, которые каждый зритель прочтёт самостоятельно. Представители иностранной делегации привезли вместе с картинами и свой джазовый оркестр, который украсил открытие выставки музыкальными импровизациями. Будет возможность не только посмотреть картины, но и услышать клейпетского джаза. Мы привезли такую очень интересную художника, автора Алгиса Крещунаса выставку. Как видите, она очень интересная, с хорошей дозой юмора. Тоже увидите сами. Данная выставка проходит также и в рамках культурных отношений между литовским городом Клайпеда и Одессой. Такое мероприятие слушает не только развитие культурной сферы, но и укрепляет международные отношения. Я очень рада, в принципе, что это ещё одно из ивентов из-за мероприятий джазового фестиваля, которое могло произойти при только вот такой вот поддержке и культурным обменом двух городов Клайпеда и Одессы. Впечатления от выставки неоднозначны, ведь зритель, по сути, проникает в голову художника, буквально видит его сны. Большинство привезённых картин нарисованы как раз в ночных полутонах, которые переносят по ту сторону реальности. Каждый зритель найдёт среди работ ту, которая напомнила бы ему собственные мысли и фантазии. Знаете, я сама даже не ожидала, я её не видела. Я видела несколько работ, когда была в Клайпеде. Сегодня они привезли её из Клайпеды. Он сам литовец, живёт в Европе, очень известный художник. Это, конечно же, не репродукции, а их можно купить. Я вот сама себе присматриваю какую-нибудь, может быть, купить. Займоотношения между Клайпедом и Одессой уже давно стоят на партнёрских рельсах. У нас есть множество разных проектов, среди которых и туристические. По словам гостей, именно туристическому направлению необходимо уделить особое внимание, поскольку нам есть чему поучиться у Литвы, а литовцам есть чему поучиться у нас. Развитие туризма, оно должно быть постоянно. Это постоянно развитие инфраструктуры, это постоянно развитие каких-то транспортных составляющих, это постоянно развитие межкультурных отношений для того, чтобы как можно лучше представить, что можем мы, и как можно лучше быть готовыми впитать, что есть там. Выставка будет проходить до 25 сентября в поблизости баре «Айлавью Петрович». Не упустите возможность переобщиться к европейской современной культуре. Продолжение следует...